Добрый день! Любое другое время суток по вашему выбору. Знаете, я решил в рамках поднятия настроения закончить историю про московское метро, которую мы вчера начали в ролике по Монедаль. Если помните, там был небольшой бонус, а именно рассказ о строительстве ветки метро между станциями Кировской и проспект Маркса. Так вот, он был оборван наполовину. Я думаю, что надо закончить его и закончить вообще историю московского метро где-то до 90-х годов, чтобы мы могли, так сказать, полностью себе представлять эту историю на всем ее протяжении. Пользоваться мы при этом будем книжкой Симашко и Немаляева, таких историков конца 80-х годов. Ну, на самом деле, все знают, что это известные шоумены. Это ребята, которые ввели на ТВ-6 еще программу Крутятся Диски. И заодно, соответственно, написали такую книжку. Она называется «Христоматия для чтения вслух». Вот она лежит в открытом доступе и, соответственно, мы ее вслух сегодня почитаем. Я вообще советую. Она, несмотря на то, что она такая, она, ну, естественно, писалась там где-то там в 90-х годах, наверное, да. Вот. Она такая злобная, достаточно по отношению к Советскому Союзу. Вот. Но она такая, скорее, стебная, да. То есть, она смешная, действительно. Вот. Если так не дергаться, особо по поводу такой антисоветчинки, ну, что делать. Такое время было. Ну, вот. В общем, на чем мы остановились вчера, да. Вот у нас схема, значит, два котлована, образованных взрывами от 20 до 150 килотонн, да. Значит, бригада Крутько из двух братьев Крутько куда-то ушла в грунтовые воды. А бригада Чкалова, не дождавшись ее, начала копать дальше. Соответственно, мы помним тут у нас бригада Чкалова, это довольно много народу. Вот. Но из них часть погибла, пока они праздновали выход к памятнику Дзержинского, который, напомню, в 35-м году уже стоял на Лубянской площади и на 24 метра уходил вниз металлическим основанием. Вот. Ну, это так вот, это вводное, да. Соответственно, продолжим. Что же было дальше? Прождав на месте стыковки бригаду братьев Крутько в течение 67 часов, Валерий Чкалов поймал себя на мысли, что он очень хочет есть. Быстро утолив голод остатками продовольствия, посовещавшись с Шустиковым, Чкалов решил возобновить работы в тоннеле и, согласно инструкции, бригада стала двигаться на северо-запад, в сторону почтанта. А вот, это почтан, который на Тверской у нас. А вот. А, Бру, который прямо рядом с метро Чистые пруды. А вот. Эти же с проспекта Марса копают, что-то я это самое. А, вот, не сообразил. Работы шли поистине ударными темпами. Сам Чкалов, например, выполнял 11 норм в день, и уже спустя два дня основание памятника Дзержинскому не прощупывалось. Вспоминает Валерий Чкалов. Я пришел к выводу, что мы движемся, причем достаточно быстро, и, что самое главное, в правильном направлении. Поначалу никаких разногласий в бригаде не наблюдалось, но уже через несколько дней Шустикову стало казаться, что они движутся не в ту сторону. Сергей считал, что бригада идет скорее на север, чем на северо-запад. И вскоре между Шустиковым и Чкаловым произошел следующий разговор. Валерий, надо забирать левее, говорил Шустиков Чкалову. Нет, Сергей возражал ему Чкалов, надо забирать правее. Ну, вот тут, соответственно, мы видим актуальные до 35-го года левые и правые уклоны от генеральной линии. Тогда, вспоминая Чкалову, Шустиков сказал мне, что в любом случае будет забирать левее. Ну, что я мог ему ответить? Ты, Сергей, можешь, конечно, забирать левее, дело твое, но я лично как забирал правее, так и буду забирать правее. В результате так и произошло. Шустиков стал двигаться влево, а Чкалов направо. Таким образом, в тоннеле образовалась своего рода развилка. Она, кстати, сохранилась до сих пор, и многие из вас, уважаемые читатели, возможно, ее неоднократно видели. Видели, когда в метро едешь, там развилки постоянные. Видимо, не только Шустиков забирал левее. К сожалению, дальнейшая судьба Марк Шейдера и Сергея Шустикова до сих пор никому неизвестна. Что касается Валерия Чкалова, то спустя несколько месяцев он неожиданно оказался в Банкувере. Чтобы объяснить это, на первый взгляд необъяснимое событие, вновь обратимся к воспоминаниям Чкалова о тех волнующих днях. Вот что радует, что люди ссылаются на документы. Они просто несут какую-то херню из головы, как мы часто видим в современных публицистических, якобы исторических книжках. В середине мая обстановка в забое резко изменилась. Меня окружали невиданные до сили грунты и скальные породы, а земля стала заметно более влажной. Я воткнул щуп в пласт земли. Щуп, судя по всему, он отобрал у Шустикова, и тот без щупа, видимо, потерялся. Эх, Валера, Валера. Я воткнул щуп в пласт земли, находившийся прямо надо мной. Щуп уходил вверх беспрепятственно. Я втянул щуп назад, острие его было мокрым. Кстати, мы же помним, что именно этим щупом убили Станислава Абрамовича, одного из метростроевцев. Ударом в сонную артерию. Вот, уж не достиг ли я уровня грунтовых вод, подумалось мне. Я попробовал воду на вкус. Она была соленой. Морская, подумал Чкалов. Это вот как в анекдотах про Штирлица, да? Вот, для того, чтобы как-то оправдать появление путейца Чкалова в Ванкурии, ну действительно, такая странная история, было решено объявить о том, что он якобы прилетел туда самолетом, причем через Северный полюс. Что в те далекие времена представлял собой Северный полюс? Действительно интересно, в 35-м году. В те времена Северный полюс представлял собой совершенно пустынную местность. О какой-либо посадке на полюсе с целью дозаправки горючим не могло быть и речи. Пусть перелет будет беспосадочным, решили тогда ученые. Вот за что мне нравятся советские ученые, особенно в изложении Немаляева и Симашко, потому что они очень всегда, вот, они любят элегантные, но простые решения. Ученым возражали летчики, а именно капитан Байдуков и майор Беляев. Не существует самолета, говорили они, которые могут без дозаправки преодолеть такое огромное расстояние. Мы построим такой самолет, обещали ученые. И вот спустя полтора года самолет Ант был действительно построен и готов к эксплуатации, но от идеи перелета как такового пришлось, увы, отказаться, так как над Северным полюсом и в непосредственной близости от него температура воздуха превышала все допустимые нормы. Минус 80 градусов по Цельсию. Ну, я бы сказал, не превышала, а скорее принижала все допустимые нормы. А вот, 26 октября 35 года на закрытом заседании коллегии Минморфлота СССР было принято решение доставить самолет Ант-Ванкувер морем с помощью ледокового Кронштадта. Управлять ледоковым должен был капитан третьего ранга Алексей Константинович Лозо. Вот что он писал в своем дневнике. Мне было поручено осуществить буксировку самолета Ант с Байдуковым и Беляевым на борту из Архангельска в Ванкувер. Взлетная посадочная полоса Ванкуверского аэропорта, как известно, находится в непосредственной близости от берега. Задание наше было достаточно сложным. Доставить самолет в Ванкувер ночью и своими силами, то есть силами команды ледокова Кронштадт, видимо, установить его на взлетно-посадочную полосу. Валерий Чкалов ждал неподалеку полтора года, пока строили самолет. И по определенному сигналу два сильных хлопка в ладоши должен был незаметно подойти к самолету, войти в кабину и присоединиться там к Байдукову и Беляеву. На самом деле, если подумать, вот эта операция, она по своей сложности и уникальности она, собственно, не намного легче самого беспосадочного перелета через Северный полюс. В Архангельске многие скептики опасались, что самолет, будучи спущенным на воду, сразу же пойдет ко дну. Не скрою, были такие опасения и у меня. Ну он же железный, правильно? И вот, наконец, настал день отплытия. Ант величественно стоял на пирсе, а Байдуков и Беляев спокойно занимали свои места в кабине для пилотов. Я стоял за штурвалом ледокола. Наступил долгожданный миг. «Поехали!» — крикнул Байдуков и махнул меня рукой. «Полный вперед!» — скомандовал я. Ледокол тронулся, натянулся в буксировочный трос, и самолет, покатившись по причалу, упал в воду. Скрывшись в пучине океана, Ант моментально исчез из виду. Люди в тревоге переглядывались. Наконец раздался вздох облегчения. Самолет всплыл на поверхность и устремился вслед за ледоколом. Как выяснилось впоследствии, самолет Ант лишь назывался цельнометаллическим, а на самом деле изнутри был абсолютно полом. Представляете? Причем это выяснилось впоследствии. Я, вспоминает Лозо, обрадованный, обернулся к корме в сторону самолета и увидел Беляева. Тут высунулся из кабины, на лице его сияла улыбка. Я крикнул, все в порядке? Да, ответил Беляев, я слышу, как волны океана разбиваются о борт самолета. Американская общественность, прессы бурно встретили появление русских летчиков. Газеты пестрили заголовками об уникальном перелете, и вскоре имя Валерия Чкала было уже у всех на устах. Впрочем, эти исторические материалы, вам, уважаемые читатели, уже хорошо известны. Конечно, они нам известны. Вот, собственно, вот это вот последствия ученые и советские историки придумали специальную легенду про этот беспосадочный перелет. Ну, соответственно, где тут в подробностях расписали, вот, как якобы создавали там самолет и так далее. Вот, Чкалов, Байдуков, Беляков, там, да, вот эти все ребята. Просто, вот, якобы они были все летчики. Вот, Чкалов же мы помним, он был метростроевый, а не летчик, и так далее, и тому подобное. В общем, истории известны, но правду мы узнали только от Немоляева и Симашков. Вот это вот, что касается постройки, значит, линии между станциями Кировской и проспект Маркса. Вот, но тут есть еще одно. Тут вообще очень много всего интересного и веселого. Я думаю, ну, так частично будем это все потихонечку зачитывать. Ну, просто, чтобы поднять себе настроение. Вот, но тут вот у нас еще есть одна замечательная статья про секретное метро, которое рыли к Олимпиаде 80. После того, как Международный Олимпийский комитет принял решение о проведении Олимпиады 80-го года в Москве, на самом высоком правительственном уровне был рассмотрен вопрос о подготовке столицы к Олимпийским играм. Вопрос этот оказался весьма непростым. Наряду со строительством новых спортивных сооружений, гостиниц, отвечающих международным требованиям, и, наконец, Олимпийской деревни. Вот, кстати, я же жил недалеко, в детстве вот я жил недалеко от Олимпийской деревни. Я 79-го года, соответственно, мы туда ходили, там было только-только все построено. Была такая красота, особенно по тем временам, да. Вот, замечательное было место. Сейчас не знаю, сейчас там что-то застроили, все непонятно чем. Ну вот, необходимо было коренным образом реорганизовать всю городскую инфраструктуру и, в первую очередь, транспортные коммуникации. Поскольку московский метрополитен традиционно считался одной из жемчужин столицы, в его реконструкции было уделено приоритетное внимание. Например, в феврале 80-го года решением правительства 60 тысяч тонн гранита и 30 тысяч тонн мрамора были изъяты из государственных стратегических запасов и переданы непосредственно в руки метростроевцев. Прям представляю себе такую картину. Метростроевцы стоят и им вываливают, там, 60 тысяч тонн гранита, там, вот это все. Лишь недавно стало известно, что уже к концу 79-го года все без исключения станции московского метро, включая неоткрывшиеся до сих пор Строгино, промзоны и дубки, Строгино, есть сейчас такая станция? Слушайте, я не помню, я, честно говоря, за московским метро... А, есть, 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 да. Вот. То есть я давно за московским метро не слежу, я вот как, сколько, лет 8 назад из Москвы уехал окончательно. Вот. Поэтому я теперь там слабо ориентируюсь. То есть я периодически в Москве бываю, но вот эти вот все новые станции, новые вот эти кольца, я их вообще не воспринимаю. Я пользуюсь только вот старыми станциями и переходами, которые я знаю. Их-то я знаю хорошо, помотался, да. Лишь недавно стало известно, что уже к концу 79-го года все без исключения станции московского метро были построены и готовы к вводу в эксплуатацию. Разумеется, в это время эта информация являлась совершенно секретной. Так называемый процесс рассекречивания, то есть открытие новых станций, продолжается и по сей день. Понимаете, да? Кстати, тут вот схемочка есть. Очень оно все тут как-то похоже. У нас это не вызывает подозрений? Вот. Может быть, просто рассекречивают новые станции? Вот. На чем мы остановились? Осенью 78-го года в Гостроем СССР была сформирована группа специалистов, непосредственной задачей которых являлось значительное расширение и оптимизация существующей на метрополитене сети станций. Коллектив возглавлял заслуженный строитель СССР ВЧ Лунин. Уже через месяц группой Лунина выдвигается концепция больших и малых секретных перегонов БСП и МСП. Основная идея заключалась в соединении уже существующих станций метро новыми линиями и таким образом значительной экономии времени, необходимого для поездки от одной станции к другой. Да? Ничего не напоминает это вам все? Секретными эти перегоны были названы потому, что во время Олимпиады и в течение двух месяцев после ее закрытия их предполагалось использовать исключительно для перевозки спортсменов и тренеров команд стран-участниц. А поскольку большинство участников Олимпийских игр были иностранцами, не секрет, что любые контакты с ними в то время считались крайне нежелательными. В качестве примера больших секретных перегонов приведем два, пожалуй, наиболее известных. Юго-западная Крылатская и юго-западная Битцевский пар. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ну. Ну почти, да, вот так вот. Тыц, тыц. Угу, дальше. Первый из них напрямую соединил Олимпийскую деревню с грибным каналом и велотреком. Второй же позволял практически в считанные минуты добраться от Олимпийской деревни до конно-спортивного комплекса в Бице. Один из ветеранов метростроя, ныне покойный, кавалер ордена, знак почеты, машинист Калповский, Во время Олимпиады обслуживал БСП большой секретный перегон. Юго-западная Крылатская. По его словам, практически каждый день все шесть вагонов его поезда были заполненными людьми в велосипедных шапочках и с веслами в руках. Так Николай Васильевич в шутку называл велосипедистов или грибцов. Строительство БСП завершилось уже после Олимпиады в апреле 81-го года. В результате возникло второе, так называемое Большое кольцо. Одна из расчекреченных схем московского метрополитена. Тыц. Да. Не сохранилось изображение в большом масштабе. Теперь перейдем к так называемым малым секретным перегонам. МСП вспоминает машинист рижской линии Павел Куделин. Мы, машинисты электропоездов, в то время часто использовали выражение «срезать угол», которое означало повести состав по малому секретному перегону и сэкономить тем самым определенное количество времени. Наиболее популярным МСП в 70-80-х годах был участок пути колхозная, ныне Сухаревская, Новослободская. Ведя электропоезд по рижской ветке, продолжает Куделин. После отправления от станции колхозной, я некоторое время продолжал движение по основному тоннелю, колхозная проспект Мира. А затем, когда на правой стене тоннеля загорался знак в форме большой буквы «С», забирал левее и буквально через 3 минуты оказывался на станции Новослободской кольцевой линии. То есть, где это у нас тут? Ага, вот отсюда, вот так вот, да? То есть, ну вот теперь там кусок вот этой вот зеленой веточки, печатниковской. В результате переход с рижской линии на станцию проспект Мира кольцевая терял свое былое значение, а оказывался практически бессмысленным. Более того, пассажир, хотя бы дважды в день пользовавшийся МСП, экономил по самым скромным подсчетам порядка 120 минут чистого времени в месяц. Все это, казалось, сулило весьма радужные перспективы. Инженер Минаев, работавший в те годы в группе Лунина, в интервью журналу «Железнодорожный транспорт» май 1994 года вспоминал, весной 1981 года в группе только и разговоров было, что о предстоящем вводе в эксплуатации БСП и МСП для регулярного пассажирского сообщения. Однако, реальность неожиданно обернулась самой мрачной стороной. К 19 мая 1981 года, буквально накануне пуска первого МСП, во время испытания новой тормозной системы в 250 метрах от платформы Новосвободская, в тоннеле был задавлен первый заместитель начальника московского метростроя, герой социалистического труда, в прошлом путеец Александр Анатольевич Лепехин. Судьба МСП была предрешена. Но это как у нас с самолетами получилось. У нас там несколько катастроф произошло, хотя их было все равно меньше, чем у тех же Боингов, нас закрыли всю нашу авиационную промышленность. Ну, не всю, конечно, но очень хорошо ее подрезали. Вот, тут то же самое. Прошло немногим более месяца и новое ЧП. 24 июня после закрытия метро около 2.30, старший машинист Коростылев и контролер Машная решили воспользоваться, скорее всего, в личных целях, большим секретным перегоном речной вокзал Тушинское. В результате поезд находился в тоннеле 11 часов, оказавшись... А-а-а! Понял. Извините. Оказавшись затем на так называемой промежуточной станции Знаменской, где из-за неисправности в системе зажигания начался пожар. В огне погиб сам Коростылев и несколько оказавшихся рядом рабочих путейцев. Зараза, а? До чего любовь людей доводит. Напомним, что промежуточные станции по замыслу их создателей являлись своего рода подземными рабочими поселками. В промежуточной станции всего было построено 5 Шереметьевская, Красная площадь, Балчук, Знаменская и сохранившиеся до наших дней станции Крымский мост, где находились в непосредственной близости от места проведения работы. Таким образом отпадала необходимость выхода рабочих на поверхность, чтобы добираться с работы домой и обратно. Нормальный себе гулаг, рабочие лагеря. Ну как в МГУ делали, когда там селили прямо на этажах этих зэков, которые строили. Хотя прямого выхода на поверхность промежуточные станции и не имели, каждая из них обладала достаточно сложной системой подземных коридоров. Например, оказавшись на станции Знаменская, рабочий метрострой практически сразу попадал в сеть коридоров, которые через 25-30 минут вводили его в район Останкинского телецентра. Курьезный случай произошел в один из майских дней 79-го года с путейцем Алексеем Санько. Возвращаясь после рабочего дня домой с подземной станции Балчук, Санько неожиданно заблудился. Уже бесцельно бродя по подземным коридорам, вспоминает Алексей, я случайно наткнулся на Маслова, Тягина и Величко, которые в укромном месте праздновали день рождения нашего бригадира Павла Кадейгана. После непродолжительной беседы Санько присоединился к празднующим. Все попытки выйти на поверхность, предпринятые путейцами после окончания торжества, успеха, к сожалению, не имели. Я сразу понял, что ночевать придется под землей, продолжает Санько, однако остальные придерживались и нового мнения. Павлач сказал, что в любом случае будет пробиваться с товарищами наверх. Сложно сказать, как развивались события дальше, но к началу рабочего дня бригада Кадейгана в полном составе, Кадейгин, Маслов, Санько, Путилин и Тягин, была на своем рабочем месте. Проследим вкратце дальнейшую историю промежуточных станций, а также больших и малых секретных перегонов. 2 июля 1981 года по решению специальной комиссии Моссовета номер 162М, группа профессора Лунина была распущена. На главного инженера Глатмана заведено уголовное дело. Сам Лунин вскоре был отправлен на пенсию по состоянию здоровья. Неделю спустя, 9 июля, коллегия госстроя приняла решение о прекращении работы на БСП и МСП, их окончательном закрытии и ликвидации всех пяти промежуточных станций. Насколько справедливым было это решение? Стоит ли возобновлять работы по БСП и МСП? Эти вопросы и по сей день волнуют ученых. Пример тому, недавняя дискуссия, разгоревшаяся на страницах журнала «Железнодорожный транспорт» декабрь 1994 года. Однако, сегодня, спустя год после смерти Лунина, трудно прийти к однозначному ответу. Как мы понимаем, в конце концов, к однозначному ответу пришли и начали строить новые станции, настроили их овер до хера. Да, извините за выражение, но я говорю, я вот новое метро московское очень плохо, ну, как плохо воспринимаю, я просто к нему не привычен, я не привык к нему пользоваться. Я обычно, когда бываю в городе, я остаюсь в рамках тех станций, к которым я привык с детства. То есть, как раз с конца 70-х, 80-х годов и так далее и тому подобное. Вот такая вот история московского метро от Немаляева и Симашка. Соответственно, ссылочку на книжечку я дам. Я думаю, ссылочку на схему метро давать не надо. Так что с метро мы закончили и дальше уже потом спокойно вернемся к Моне Даль. У нее там начинается лютый трэш. Следующая глава там называется «Конец электричества». И, соответственно, в качестве эпиграфа там огромная цитата из Лейбы Бронштейна идет. Так что будет интересно. Вот, услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!